Привет дорогой друг! У тебя электроотопление и ты живешь в Украине? Я тебе сочувствую, ты попал! Как минимум на переоборудование вида отопления и проект, а как максимум на все жилье. К примеру, если ты живешь в негосифицированном населенном пункте и в квартире без центрального отопления, перейти на другой вид отопления возможности нету и продать тоже нереально, потому что цена твоего жилья приравнивается к нулю. Никакой дурак его не купит, если его нельзя отопить. Раньше люди платили по 90 копеек до первых 100 киловатт, свыше 100 киловатт платили по гривны 68. Те, кто оформил себе электроотопление, сделал проект, платил деньги, побегал с бумажками, платили в отопительный сезон до первых 3000 киловатт по 90 копеек, свыше по гривны 68. 3000 по мнению государства должно было хватить, обогреть жилье. Да, квартиру отопить этого хватит. Если это дом, то люди не вписывались в эти цифры. В основном, смотря какие размеры дома. Тем не менее, было терпимо. Ну, поговорим сейчас о 3000 киловатт, как предусмотрено. Допустим, мы намотали до 3000 киловатт. Умножаем на 90 копеек и получаем 2700. В принципе, нормально. В позапрошлом году это отменили и все платили по гривне 68. Но у кого оформлено электроотопление, Кабмин просто платил какую-то компенсацию в районе 1000. В этом году этого не стало. И вот что получается. Все платят по гривне 68 от любых обстоятельств. И получаем мы 5 гребаных тысяч 40 гривен. 5 гребаных тысяч за обогрев примерно двухкомнатной квартиры. Геноцид, скажете вы, Кидалова? Я не знаю, как это назвать. Вспомним ужасающие кадры с Луганской области после пожаров. Люди лишились жилья. Дома сгорели. Это было ужасно. За этим наблюдал весь мир. Им оказывали помощь и государство, и другие люди. И это абсолютно правильно. Эта ситуация немножко похожа. Люди не лишились жилья. Но они лишились возможности в нем жить. И цена их жилья приближается к нулю. Подведем итог. Перейти на другой вид отопления невозможно. Оплатить невозможно. Продать невозможно. А ведь они делали ремонт. Бегали с бумажками. Оформляли это гребанное электроотопление. И таких людей, я думаю, очень много. Но до этого и сейчас нет никому никакого дела. Будут митинги Майданы? Конечно же нет. На сегодня все. Всем тепла, добра. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok